тесто совершенно станет другим также тесто будет отходить очень хорошо всем привет друзья сегодня я вам хочу рассказать как делать пряничное тесто так как многие уже знают что я занимаюсь пряниками если вы еще не знаете об этом я занимаюсь ручной росписью пряников можете посмотреть мой инстаграм и сегодня я хотела бы вам показать то тесто которое я делаю для своих пряников поэтому обязательно подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте лайк на это видео и давайте готовим первым делом нам нужно с вами растопить мед со сливочным маслом мед я уже положила в чашу который мне будет удобно поставить на водяную баню и туда я добавляю сливочное масло его не нужно предварительно делать комнатной температуры ставим на огонь и так вода у меня здесь уже закипи закипает так и теперь ждем когда у нас все это полностью растопится постоянно помешиваем смотрим чтобы особо ничего не кипело делаем огонь чуть потише и в общем-то растапливаем это все мед со сливочным маслом у нас полностью растопились и мы оставляем это все остывать то есть оно должно стать вы хотя бы теплой температуры то есть не горячим и хотела добавить что мед желательно брать конечно же очень хороший натуральный потому что то что продается магазин не всегда хорошего качества его бывает даже разбавляют водой поэтому используйте хороший мед вот самое главное теперь берем глубокую миску где мы будем делать все тесто разбиваем туда одно яйцо и высыпаем сюда сахар теперь нам понадобится миксер все это мы будем сейчас взбивать взбиваем это все до пышной светлой пены вот такая вот масса у нас получилось светлая с пузырьками теперь пока что оставляем эту сторону и займемся сухими ингредиентами для этого муку я предварительно просеяла уже высыпаем к ней имбирь сухой молотый также корицу и соду все это мы перемешиваем тщательно между собой и далее будем добавлять уже к яйцам с сахаром теперь к яйцам с сахаром добавляем остывшую смесь масло масло и меда и пас и конечно же добавляем и сразу же все это перемешиваем после этого все тщательно еще раз перемешали и теперь добавляем сюда сухие ингредиенты можно прям сразу все высыпать и смотрите здесь уже а вы смотрите по своему миксеру если он может у вас имеет силы такое перемешивать то конечно же можно все это замешивать миксером или в планетарном блендере это вы уже осмотрите на свое усмотрение но если у вас нет ничего из этого перечисленного либо миксера у вас слабоват то значит вымешиваем тесто руками я сейчас буду делать это миксером посмотрю ну вообще он у меня выдерживает все наше пряничное тесто готово но сейчас с ним работать мы не можем нужно ему отлежаться в холодильнике минимум 8 часов если вы не собираетесь делать пряники вот прям сейчас да и там когда планируете но не знаете когда тесто можно сразу же положить в морозилку и она там может лежать ну около трех месяцев точно вот поэтому и кстати когда будете его размораживать обязательно кладите в холодильник то есть не размораживайте при комнатной температуре это очень важно разморозка у нас должна приходить в холодильнике сейчас это тесто мы кладем в пакет либо заворачиваем пищевую пленку и как я и сказала кладем либо в холодильник либо в морозилку все я тесто положила теперь заворачиваю его таким образом и кладу в холодильник как я и сказала минимум на 8 часов после этого тесто совершенно станет другим и можно будет его раскатывать спокойно возможно оно будет немножечко прилипать но чтобы этого не было немножко нужно попылить его мукой и тогда будет все отлично от формочек также тесто будет отходить очень хорошо поэтому я надеюсь вам очень понравился этот рецепт будете его использовать пишите в комментариях если вы приготовите ставьте лайк на это видео подписывайтесь на наш канал и смотрите наши дальнейшие ролики всем пока